всем привет дорогие друзья вы на канале мари арт живопись маслом и сегодня мы с вами напишем попросили написать что-то из сальвадора дали либо пикассо вот я выбрала такой сюжет пабло пикассо женщина с младенцем о море на первый взгляд такая работа не особо много деталей до простая да может показаться но как бы трудность может возникнуть в изображении принципе людей что вот у меня почему-то меня это застопорила примут младенец мне тяжело дался он дальше посмотрите подписывайтесь пока на канал включайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео разбавитель white перед берем без запаха есть возьму вот такую щетинку холстик у меня 20 на 30 затонировала я его темперной краской потому что в оригинале если посмотреть там тоже такая подкладочка есть то есть не на белом холсте нарисовано берем тряпочку так на пальчик на матом остальное в кулачок сжимаем чтобы не мешало беру умбру индиго и будем вот так вот втирать намечая я начну намечать с ее накидки тонким слоем втираем ищу вот этот силуэт где-то поправляю то есть здесь не бойтесь если где-то там чуть-чуть ошибетесь да потом мы фоном то есть небом морем песковым вот этим вот все это можно будет подрезать подправить то есть нам надо найти в общем где эта фигура находится вот здесь стопа одна будет пониже да как бы другая повыше и вот это вот и юбка подол тоже втираем намечаем ее можно взять допустим больше индиго чтобы она отличалась до такое пятно было чуть-чуть другое потемнее вот если верхнюю половину поделить пополам и верхнюю часть еще пополам то вот в 1 4 будет наша голова намечаю вместе с платком сразу все то есть и лицо и там где платочек будет наметила омброй просто такой овал где у нас малыш подправила чуть-чуть накидку рука тоже смотрите да примерно докуда доходит рука то есть все вот эти вот соотношения голова у нас касается вот середины то есть за середину не выходим чуть выше середины холста там тут линия горизонта вот здесь вот линия волны до вода заканчивается начинается песок прям вот индиго прокладываю если посмотреть в оригинале там тоже такая вот темная полоса но это и надо так как чтобы дать объем вот этой вот воде да то что толщину вот эту показать надо темненький цвет проложить под нее и вот намечаю лодочку нос лодочки торчит выше линии горизонта чуть-чуть одна часть лодки как бы женщина собой немного заслонила такая довольно таки простая и отражение волнистая такое вот у нас ряд на воде да беру бери берлинская лазурь я взяла она такая вот голубая фацена очень голубая это такая более грязноватая с индиго пачка и кисточкой щетинкой коротенькими мазочками на белилках но сильно изначально не светлим то есть высветлять мы будем потом короткими мазочками разнообразными хаотичными вот так вот заполняю полностью все небо но замесы делаю постоянно то есть они одни одним замесом да и это все небо перекрываю а то есть я постоянно замешиваю и он в любом случае да где-то будет больше там индиго где-то больше будет этой на синий то есть он будет рябить такой вот разнообразный плюс чем хорошо вот это вот подкладочка она кое-где у нас будет просвечиваться и давать интересный такой соответственно оттенок до интересный всей картине пишу я на картоне грунтованном прям понравилось мне на них работать картон очень быстро впитывает как бы ну вот за тоже может быть трудность в написании индиго прорабатываю линию горизонта но и хорошо то что она подсыхает сразу и то есть не так сильно смешивается красочка очень комфортно и эффект потом получился поближе покажу такой уже работы как будто она уже состаренная прям прям классно получилось вот коротенькими мазочками разнообразными я заполнила полностью все небо видите где-то светлее где-то темнее охры добавляю ох разбили лами вокруг девушки вот я видите примерно очертила вокруг нее будет такой светлый орел небо охра с этим синим начинает слегка зеленить пускай зеленит не обращайте внимание работа в оригинале но насколько мой глаз до рассмотрел то есть там есть такие вот именно зеленоватые оттенки не зеленые именно от какая-то легкая зеленца там присутствует в края я добавляю чистой охры но работой очень очень тонко то есть я чуть-чуть набираю и растушевываю прям втираю чтобы вот эти вот не было каких-то прям конкретных резких прям границ и вот красного добавила в этот разбеленный синий и фиолетовые оттеночки тоже там присутствуют они не то что прям конкретно видны заметны но легкое такое вот мерцание их улавливается то есть из-за этого картина вот видите я охру нанесла кисть протерла и втираю втираю вот эти вот мазочки чтобы они были так вот дымчатым то есть мерцание до разнообразная и охра и фиолетовый и светленькая какая-то разбеленная охра то есть в края смотрите мы идем более темными оттенками середина картины вот ведь девушка но женщина до стоит на там у нас более светлый такой вот у нас акцент девушка поэтому мы и высветляем в принципе то что около нее водичку заполняем теми же оттенками только меньше белил и обратите внимание со спины за спиной у девушки водичка темнее чем перед ней это тоже как бы такая вот фишка то есть то что перед лицом до спереди у нас мы всегда оставляем и а место больше и светлее делаем и вода у него тоже обычно мы пишем воду до вертикально потом горизонтальными мазками перебиваем здесь нет вообще не заморачиваемся закрываем как и небо и вот с левой части посветлее но смотрите опять-таки нужно наблюдать за оттенками посветлее должно быть чем с правой стороны от женщины но немного темнее чем небо то есть вода у нас имеет свою плотность из этим надо наблюдать и контролировать то есть делать ее немного темнее хотя бы чем небо и опять таки вот примерно до половины да вот сзади я наметила добавляю охрочку с белилками чуть-чуть высветляю как бы делая такой плавный переход а к верху можно добавить затемнить еще индиго ох рачки также для интересности чтобы не было скучно тогда добавляем сначала нанесла определенный до основной цвет муря и там уже начинаю играть мазочками разнообразными линию горизонта еще добавила индиго охра белилки постепенно постепенно высветляю маленьким количеством краски лучше несколько раз добавить высветлить чем сразу бахнуть и пересветлить линия горизонта и вот с левого края там какие-то что там не знаю какой-то может островок лишь что-то какое-то движение улавливается деревья или что-то такое охра с белилками вот видите кон конкретные резкие такие мазки да я нанесла кисть протерла и теперь втираю чтобы было плавненько так вот не было резких каких-то таких мазков границ еще раз добавила и постепенно постепенно таким образом я высветляю белилки умбра охра можно добавить синенького желтенького то есть песочек у нас тоже такой зеленцой скажем так он охристый с коричневат охристый да но но здесь с зеленым оттеночком легким легким и тоже вот добавляю постепенно где-то вот видите желтого с коричневым они разнообразные оттенки в общем и целом она смотрится как бы одним пятном но там если присмотреться очень очень много разных оттенков вот видите немножко посветлее где-то немножко темнее и вот уже песочком да я формирую как бы стопу где-то подрезаю где-то там вот ну уточняю более правильную форму уже вот так вот не спеша песочек тоже доведите разнообразными мазочками в разные стороны заполняется наш песочек вот уточняю стопу желтенький белилки охра еще таких вот светлых пятнышек нанесла и втерла где-то больше видите желтоватый где-то коричневатый легкое-легкое отличие но она все-таки есть умбра с белилами тоже индиго возвращаю под волной теневую и и вот с левого края у нас ведь она как бы ниже опускается чем правая сторона волна индиго заполняю отражение от лодочки жиденько на разбавители он впитается волнистая такое отражение и синие с индиго нос лодки и саму собственно корму лодки заполняем таким цветом сейчас не особо видно да где у нас лодка где отражение одно такое пятно но потом когда мы начнем высветлять все это проявится беру индиго нашу юбку более плотно уже прокладываю индиго уточняю форму ищу где у меня ноги находятся где край этой юбки как она изгибается мазочки наношу уже по направлению самой юбки этих складочек уточняю вторую ногу кисть щетинка у меня плоская номер не скажу так как на ней номера нет умбра с индиго накидку закрываю тоже по направлению вот как она свисает заполняю слежу за изгибом и и да вот спины она такая согнутая то есть если где-то что-то пошло нечетко да вот я цветом воды к примеру где-то подрезала где-то наоборот эту накидку добавила то есть это живопись называется от пятна то есть удобно так искать силуэты какие-то что-то попробуйте может вам понравится так писать беру индиго и вот намечаю косыночку нашу белую через индиго придаю и форму как она у нас и садки беру синтетика нейлон номер 4 более мягенькую взяла более маленькую и этой кисточкой на мечу индиго волоски референсы если кому надо я думаю вы без труда найдете название это если я не ошибаюсь оригинальное название этой картины руку прорисовываю тоже таким вот цветом индиго с умброй и вот я поближе приблизила до чтобы лица показать они мелкие как бы далеко вам как бы ну непонятно будет и вот аккуратно тонким тонким слоем я начинаю высветлять белила с умброй овальчиком просто наметила лицо малыша там он в распашон очки какой-то или пеленочка что там еще более светлый начинаю постепенно постепенно высветлять лицо искать контур лица до подбородок нахожу разделяю лицо свет и тень там где у нас лицо уходит в тень я добавляю индиго но не чистый а такой вот с капелькой белил сероватый оттенок на скуле такой более четкий темный цвет серым цветом этим же нахожу пятно глаза и вниз спускаю теневую от носа белилки с охрой вот этим цветом небо я подрезаю если это требуется лицо то есть смотрите по своей работе можете оригинал найти да и как бы уже поближе посмотреть и перерисовать да как бы будет понятнее что я делаю белилки с синим платок хоть и белый но он такой через вот такие вот оттенки пишем его то есть не чистым белым и не полностью его закрываем да он все равно у нас лежит на голове где-то он на излом идет где-то больше теневой будет такой серенький где-то будет такой вот более белесо-голубой складки более темные некоторые моменты будут более освещены вот здесь такая темное пятно теневая то есть делаю такими вот ломаными линиями показывая что ну как вот ткань да у нас лежит на излом складки где-то они попадают на свет они более светлые где они в тени они становятся более темные линию роста волос прорисовала уточняю контур лица делаю какие-нибудь красивые какие-нибудь изгибы волос очерчиваю лицо еще более темным цветом для того чтобы она больше светилась да как бы его можно чуть-чуть такую легкую легкую темнее чем небо нашего христа как бы сделать такую вот дымчатая темная пятнышко да для того чтобы лицо более контрастно смотрелось щечка у нас серенькая но кое-где есть легкие легкие блики уточняю подбородок с дальнего края кусочек косынки видно у нас тоже буду поправлять потому как наклон потом смотрела что не в ту сторону сделала белилки с желтеньким но такими не чисто желтым а он все-таки подпачканный закругляем пятно глаза как бы показывая изгиб брови да ну там никаких праве мы конечно прорисовывать не будем но как бы сама вот это пятно чтобы она красиво смотрелась и вот здесь века она у нас выпирающая часть до такой как бы дугой проводим и чистым индиго можно такую тоненькую тоненькую намек на реснички глазки у нее закрыты глазик до 2 мы не видим и губки тот тоненькая коротенькая линия губ взяла кисть маленькую щетинку и вот подправляю видите можно даже вот века сделала слишком светлым можно пальчиком как бы тоже помогать себе лишнюю красочку снимать пальчиком то есть ищу продолжаю форма лица уточняю изгибы то есть в этом в принципе вот эта работа заключается сложность то что ну кому тяжело людей писать это это будет наверное сложновато мне было еще сложновато потому что я взяла маленький формат ну в принципе мы не ищем легких путей то есть и на маленьком тоже можно мне иногда прям вот нравится посидеть вот именно вот этими мелкими детальками поковыряться порисовать а иногда наоборот хочется что-то такого прям размашистого смелого каких-то движений и соответственно все линии все вот эти мазочки то есть все их мягенько мягенько растушевываем даже тот стык где у нас вот на лице тень и свет тоже по границе проходим чтобы не было такой прям четкой резкой при резкого разделения света и тени вот я поправляю уже наклон косынки добавляю теневую обрисовываю голову нашего младенца чистым индиго там теневая лежит к маме прижался груди там темная часть цветом неба подрезаю косынку ты чтоб она тоже не была такая прям овально закруглена до идеально то есть где-то тоже она на излом идет лежит на голове и то есть такие вот чистым индиго кое-где я ее очерчиваю в оригинале тоже что-то подобное есть реснички сделала потоньше видите более она такая получилась чуть-чуть охрочки в волоса по сравнению с оригиналом она у меня получилась более такая какая-то милая более молодая чем у пикассо не знаю кому как у него более такие у всех да посмотрите на всех работах они на люди такие какие-то не знаю немного неестественные что ли так вообще по простому по простому написаны то есть ну глаза нос видно и как бы достаточно дам он передает эмоции вот эти вот все то есть а как бы правильность такая написание тоже как бы второстепенный фактор то есть эмоция на первом плане и вот сейчас я начинаю в прямом смысле слова мучить младенца тяжело он мне почему-то дался хотя вот в принципе смысл написания приблизительно тот же самый что и как как мы писали женщину да то есть та же теневая под глаза у нас такая же теневая на носике но тем не менее как-то вот это уже боком да в принципе лицо мы видим в итоге я вот сейчас я буду его рисовать рисовать и в итоге сотру и заново перерисую то есть не переживайте масляная краска позволяет если у вас что-то не получается взять это все дело стереть и заново перерисовать то тут главное обратить внимание на то что вот насколько у него головка маленькая да по отношению к маме мама на взрослый человек соответственно у нее голова побольше малыша поменьше также где-то контуры его я подрезают цветом неба то есть вот ищу ищу пропорции светки где волосики у него находятся опять-таки вот что еще в оригинале я заметила у нее у женщины до глаза нос губы более четко прописаны чем у малыша то есть если у нее такой вот серенький оттенок то у ребенка вообще практически не видно во-первых из-за того что он маленький да очень вот я стерла и начинаю заново искать лицо опять таки умбра с белилами серым пятно глаза теневая от носа то есть продолжаю то же самое то есть когда запутались когда уже не знаете что подправить да там допустим смотрите ну что-то не так они пойму что да ну можно стереть потому что там может быть все не так в принципе в итоге я малыша этого буду мучить мучить и оставлю его на таком этапе который более-менее приемлемый то есть скажем так но результат меня не удовлетворил все равно то есть но я особо не переживала потому что у пикассо там совсем уж всех их печально ну не печально конечно для него то нет и смысл то я уже объяснила да в эмоции они в том насколько красиво они написаны красиво в смысле как люди красивые да насколько они красивые люди поэтому я тоже оставлю в итоге как бы как сказать немного недоработанным да вот я взяла опять синтетику и прорабатываю кисть оставила пока малыша иногда это тоже помогает когда вот работаете над одним каким-то предметом а он не получается да неважно это там лицо либо может это в натюрморте какой-то до фрукт не получается ли там ну неважно что да то есть оставьте перейдите к другой части картины то есть и глаз отдохнет уже и тогда уже с новыми силами будет видно что подправить прорабатываю я пальчики умброй разделила их да как бы тоже так банально просто обычными полосочками и постепенно вот я высветляю добавляю белилки желтым уточняю форму руки опять-таки до цветом неба я подрезаю уточняю делаю ее более изящную со стороны малыша там добавляем индиго немножко тоже не стараюсь ее сделать прям вот идеально там со всеми фалангами выписанную так слегка красные с капелькой капелькой умбры намечаю такой цветок она держит индиго очерчиваю и уже сверху чистый красный таких вот ярких мазочков то есть чтобы цветочек тоже был более сложный да не просто красный как бы там и немножко теневая будет и света немного будет и вот опять я вернулась к малышу и опять прорабатываю его уточняю глазки носик там даже в оригинале по моему рта не видно у него то есть и нос глаз если и видно там самая самая малость тоненькая тоненькая полоса разрез глазка глазика нашего и чуть-чуть чуть-чуть теневая носа очень такая кропотливая работа требует усидчивости если кто не успевает писать до в таком вот темпе как бы она тоже я писала ее эту картину три часа то есть как бы вам будет скучно сидеть и наблюдать за всем этим процессом три часа то есть ну а если будете писать в ютубе там есть настройках скорость воспроизведения вы можете поставить себе ну конечно там и голос мой будет немного искажен но как бы зато будет показано медленно цвет вот белилки охра желтый складки до наносим но тоже делаем их так чтобы они немного зеленили можно синенького быту охру желтый добавлять и наношу складки что касаемо вот складочек этих освещенные складки я начинаю знаете чем руководствуюсь вот смотрите у нас рука выходит из вот этой накидки да и основная складка с которой я начала она как раз таки показывает нам направление руки мы ее хоть не видим до под накидкой но она там есть и вот эта вот складка она как раз таки надо такая фишка да она дает нам понять что вот я рука там у нас остальные уже как бы заполняю ну как бы стараюсь повторить то же самое что и в оригинале но там уже остальные если какая-то там чуть меньше или чуть больше да бы не так уже страшно чем допустим основная складка которая показывает направление руки допустим будет показывать не туда куда-нибудь на излом то есть это будет некрасиво и вот пальчиком втираю опять таки мягенько растушевывать помним про то что что такое складка да это ткань у нас где-то волну идет до где-то изгибается то есть где-то изгиб ткани более такой вот на сильный излом идет и там граница светлого участка и темного будет более четкого если волна на ткани такая более плавная то есть и свет светлая части складки с теневой будет растушевка мягенькая то есть и мы делаем также где-то мы свет и тень смягчаем а где-то оставляем более четкую ровную до границу теневых я добавила чистый индиго и вот кое-где видите я границы смягчаю а где-то оставляю четкими где-то пальчиком прям добавляю работают беру эту грязную такую охристый оттенок да этот зеленцой и прям пальчиком добавляю вот я беру индиго и некоторые складки вот эти вот я делаю четкий край как раз таки будь здесь четки и за счет этого получается как раз таки вот объем ткани добавляю более зеленоватых оттенков синие с охрой прям вот в этот в освещенные участки складок вот эти охристые то есть они тоже будут такие вот не просто охристые а сложные будут где-то они ох рада такая а где-то охра это будет зеленить и край спины тоже я очерчиваю показываю изгиб спины подол юбки беру голубой с индиго это же обратите внимание маленьким маленьким количеством краски на протяжении всей работы я работаю вот эта складка она показывает как раз таки нам направление ноги она так вот облегает что как бы видно на силуэт ноги и здесь вот тоже ну здесь тоже как бы вода дает понять как у нас стоит нога но уже как бы не так четко как это нога которая ближе к нам чуть-чуть добавляю индиго сдвигаю левую складку здесь закругляем на стопе у нас такие вот интересные светлые участки теневые так вот саму стопу то есть получается стопа у нас светлая и у нее такая вот темную каемку оставляем индиго получается знаете как как будто ее как будто мы ее специально обрисовали до контур и сделали на самом деле мы просто не докрашиваем не не докрываем полностью ее не перекрываем индиго и вот эту ногу чуть-чуть стопу сделала посветлее вот эта складочка она нас более охристая более темная и тоже разных оттенков какие-то светлее какие-то темнее складки и сюда же хотя у нас здесь вроде на такое складки голубоватые но легкий-легкий охристый оттенок тоже там присутствуют только легонечко легонечко так вот слегка уловимый добавляющую контур а если надо индиго добавляю теневую беру охрочку жиденько начинаем прорабатывать нашу лодочку высветляем верхний верхняя часть кормы будет у нас более ткать тепленькая через охру а а нижняя и наоборот более холодная через разбеленный синий здесь такие облички вот голубоватых оттенков и втираю никаких помню до резких каких-то четких линий ты такого нет чистым индиго очерчиваю края лодочки линию горизонта еще про прорабатываем индиго низ лодки то есть касание лодки и воды вот сейчас уже видите лодка выходит как бы отделилась от отражения постепенно постепенно добавляю охру посветлее делаю и лодка наша начинает выходить из сумрака до становится светлее низ лодки тут чуть-чуть индиго прокладываю теневые тоже у нас на ней есть чтобы показать объем да надо нам и свет и тень голубоватого оттеночка даже можно охру с коричневым смешать и втереть туда тоже будет красиво коричневый умбра голубоватый разбилины до синдиго вот такими вот хаотичными мазочками втерла в отражение лодочки и пальчиком это дело притаптываем вот здесь на носу лодки по подносом лодки легкая такая светлый моментик и приглушаю его пальчиком чуть-чуть как бы втираю чтобы он не был сильно контрастный то есть лодка у нас должна быть видно но она не главный герой она как бы дополнение такое да то есть она не должна на себя все внимание привлекать и вот жиденько делаю индиго с синим смесь и такими незамысловатыми разнообразными как бы волнистыми линиями да я показываю движение на воде очень так вот просто пишется водичка и похоже же да мы пишем вертикально горизонтально а здесь настолько все просто и здесь вот видите такие вот завитулечки какие-то вот такие вот полукругие какие-то такие вот то есть ряд вот эту до водичку показываем вот такая водичка белилки синеньким чуть-чуть индиго ты чочками такими вот она мечают легкую легкую пенку на краю вот этих вот то но это не волны да такие мама маленький такой вот прилив такой водички сначала таким цветом а потом можно более светлым с большим добавлением белилок добавить где-то более светлых участков пенки этой и опять таки чтобы эта пена тоже на себя сильно не привлекала внимание пальчиком это все так вот придавливаем притаптываем последние штришочки такие где-то уточнения уже смотрим где-то чуть-чуть посветлее делаем на этом в принципе и все вот такая работа вот поближе посмотрите видите кое-где сквозь фон виднеется вот эта красная подложка вот лица вот такая лодочка видите такой эффект состаренной картины но мне так кажется не знаю как вам ну в общем вот такой вот вариант у меня получился то есть хорошо либо плохо у меня получилось решать конечно вам если понравилось ставьте лайки включайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео пишите комментарии всем отвечу и до скорой встречи в новом видео пока пока